Похожие исследования там делали и по немецкой Википедии, и по медицинским статьям в английской Википедии. И, соответственно, чем позже исследование, тем более точно, более лучшие показатели показывала Википедия. Как работает Википедия? Давайте с этим разберемся, с основными принципами. Ну, любой человек может редактировать Википедию. Вверху есть, соответственно, кнопка «Править». Ну, на самом деле там есть две кнопки. Одна называется «Править», другая называется «Править код». Изначально это связано с тем, что первоначально Википедия правила, так называемой Вики-разметки, которая выглядит примерно вот так. Она довольно простая, то есть сделать, ну, например, чтобы создать гиперссылку на другую статью, надо это слово поместить в двойные квадратные скобки, чтобы сделать там ссылку на какое-нибудь слово, ну, так что в русском языке разные падежи. Просто поставить вертикальную палочку, и там, соответственно, слово, как она должна выглядеть, ссылка, куда она должна выглядеть, и как она должна выглядеть, кстати, там, какими-то, какими одинарными апострофами, там, тройными, это делалось и жирно, двойными, курсив, ну, в общем, это достаточно простая разметка, которая освоить в целом можно там за 10-15 минут. Все это подробно описано, но потом все-таки решили, что, возможно, это слишком сложно, и сделали, так называемый, визуальный редактор, чтобы можно было редактировать похоже, как на Word. Вообще, сообщество Википедии, те, которые, как бы, привыкли делать так, они сказали, нет, верните нам старый вариант, поэтому там сейчас есть два варианта, отправить код, отправить в виде визуального редактора. Ну, кому что удобно. А вам как удобно? Ну, я так привык. А какой основной? Почему? Визуально. Ну, по-моему, науке она стала там. Ну, я привык так. Это все привык видеть, что это на самом деле. Смотрите, что еще очень важно, так как она работает по технологии Вики, сохраняются все версии, все версии каждой статьи. То есть можно посмотреть, вот видите, вверху вкладка «История», да, и можно посмотреть, кто эту статью когда редактировал, поставить галочкой «Сравнить версии», да, нажать эту кнопку, и увидеть там, кто что, соответственно, значит, кто что туда вписал, там будут подсвечены все изменения. Просто, например, забыл ставить картинку. И можно увидеть, соответственно, что изменилось, что поменялось. И люди, написавшие статью в Википедии, они потом, ну, как правило, отслеживают, что там, кто дальше, то есть они кажутся, что вот я написал статью, она идеальная, тут уже не добавить и прибавить, потом ее кто-то редактирует. Что он туда добавил, там смотрят, там соглашаются с этими правками, там еще возникают какие-то обсуждения. Давайте сейчас с этим как раз и разберемся, как работает Википедия, именно какие правила лежат в основе Википедии. Есть базовое правило, оно, соответственно, звучит как все, игнорируете все правила, которые мешают вам улучшать, мешают вам улучшать Википедию или поддерживать ее функционирование. То есть это сделано до того, и это, так вот, базовое правило, оно является одним из основных. Это сделано до того, чтобы Википедия не превратилась в какую-то бюрократию, где люди будут вечно там спорить о куковах правил, ничего не писать, никакие тексты. Тем не менее, вот, собственно, есть, так называемые, базовые правила. Вот одно из них, это игнорировать правила. Остальные, вот это вот базовые принципы Википедии, пять столпов Википедии, именно на них и основываются все остальные правила Википедии. Их много, но, в принципе, главное понять вот эти пять. Из них там есть много следствий. Первое, что Википедия — это именно энциклопедия, а не что иное. Второе, что она должна придерживаться нейтральной точки зрения, что там не надо проталкивать какую-то пропаганду или рекламу. И, наконец, что материалы Википедии свободны для использования. Ну и остальные правила, что там такие есть, какие-то правила, которые надо придерживаться. Но, тем не менее, они не такие достаточно строгие. Это главный дух этих правил, а не какая-то конкретная буква. Вот, собственно, вот первый принцип, что Википедия — это энциклопедия. Она у нас там такая базовая есть страница, относится, чем не является Википедия. И там перечислено очень много всего, чем она не точно не является. Именно это связано с того, чтобы ограничить, какой контент можно помещать в Википедию, какой нельзя. Вот, например, что Википедия — это не является словарем. С словарем пишутся, собственно, статьи о словах, о значении слова, о его использовании. В Википедии пишутся статьи не о словах, а о понятиях. Которые лежат за этими словами. Ну, то есть, ну, например, в лаваре там будет статьи «Бегемотки по фатам». Это разные слова, у них разная этимология. А в Википедии — это будет одна статья, и там будет описано уже само животное. Что она не является бумажной энциклопедией, это тоже такой важный принцип, что в бумажных энциклопедиях есть много разных ограничений. Которых нет в Википедии, ну, например, в бумажных классических энциклопедиях. Ну, обычно делают, что про наиболее важных людей статьи побольше, про менее важных статьи поменьше. Ну, вот если взять там большую российскую энциклопедию, которая вышла, ну, там статья про Путина, она в четыре раза больше, чем статья про Сталина. То есть там можно статьи Ленина, Сталина, Хрущева вместе взять, и они меньше будут, чем статья про Путина. Или аналогично там статья про Петра Первого, Екатерина Второго, Николая Второго. Вместе они будут меньше. Или, ну, и такой же был принцип характера не только для большой российской, для большой советской энциклопедии. Известна история, когда философу Лосеву заказали статью про Платона, и он ее написал, и он говорит, знаете, мы не можем принять вашу статью, он говорит, почему, я плохо написал, мне подлично написал, не раскрыл тему, мне все раскрыли. Ну, а почему, собственно? Ну, вы знаете, у нас уже вышел том на букву Л, там есть статья Ленина, она короче ваша статья о Платоне, поэтому мы не можем принять ее, надо ее резко сократить. В русском Баргаузе то же самое было. Александр Первый, Второй и Третий занимали, по-моему, первый том, или второй целиком. А, ну вот, видите. Отличный пример. Соответственно, в Википедии нет такого требования, что про что-то надо писать много, про что-то мало. Тут главное распрыть тему, то есть не надо дополнять какие-то бессмысленные дополнения, там раздувать статью, лишь бы она была больше. И, соответственно, если есть информация, если есть что вписать в статью именно энциклопедического текста, то, в принципе, ограничений на объем особо нет. Ну, как бы тут надо смотреть разумно, выделить какие-то отдельные под статьи и так далее. Но, в целом, вот именно вот таких ограничений, как в бумажной энциклопедии, тут, конечно, нет. Ну, тут, что Википедия не место для рекламы, а что вся реклама Википедии, там, весь пиар, там, черный, белый пиар, все вычищается. Википедии это не любят. Ну, что это не трибуна, что там не надо, там, люди знают, что Википедия является одним из самых читаемых сайтов, пытаться туда протолкнуть какую-то пропаганду или высказать свое мнение, кого там любишь или не любишь, это, как бы, не дело Википедии, там, это туда не надо помещать. Ну, не каталог ссылок, не беспорядочная свалка информации, ну, и там много можно придумать еще всяких «не». Собственно, самое главное, это должны быть именно энциклопедические статьи. Еще один важный принцип. Да. Вот это? Да. На что каталог ссылок, значит, не ходит ли это в противоречии, потому что в системе, на работе, что это полная информация. Вот. Ссылки они дополняют, расширяются, дают практику. Сейчас я скажу, да, чем... Да, 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 я понял. Да, 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 я как раз сейчас это объясню, ну, там, как вот к этому подойду. Тут каталог ссылок имеется в виду, вот, знаете, вот, там, на заре интернета, где там делалось, там, на каждом сайте была страничка «Полезные ссылки», да, и народ там много-много, миллион ссылок просто собирал, типа, а потом пройди по этим ссылкам, почитай, может быть, ты поймешь, что там написано, да. Википедия, все-таки там, конечно, всегда в статье у нас есть раздел ссылки, там какие-то базовые ссылки на основные сайты, прям, конечно, всегда ставятся, но именно, ну, Википедия, все-таки энциклопедия, энциклопедия там, а не для того, чтобы собрать вообще все ссылки на эту тему на других сайтах, да. Для этого есть там Яху, для этого есть разные каталоги ссылок, и так далее. Как, зачем, но, тем не менее, ссылок в Википедии огромное количество, сейчас я как раз и подхожу к этому. В классических энциклопедиях, как, собственно, почему можно было верить текстам, верить статьям, потому что есть редакция, которая приглашала самых авторитетных ученых по теме статьи, они писали эти статьи, соответственно, это были академики, вот в Большой Российской энциклопедии, там в научный совет входит 85 академиков Российской Академии Наук, соответственно, в принципе, как бы, авторитет редакции, авторитет авторов, им можно было как бы верить, но если человек специалист в этой теме, он не ошибается, он как бы знает и пишет корректно. В Википедии мы не знаем, кто редактирует статьи, мы видим только именно пользователей, да, а если они не зарегистрируем, то к IP-адреса. Кто эти люди, да, это могут быть и академики, это могут быть и дети, это могут быть городские сумасшедшие, проверить невозможно никаким образом, причем каждый может там себя выдавать за любого другого, да, поэтому принцип Википедии «ино» и мы не доверяем никому, принципиально. Доверяется не авторам, доверяется, собственно, самым главным принципом Википедии – это проверяемость. Все факты Википедии, они должны сопровождаться ссылкой на источник этой информации, есть, соответственно, требование к этим источникам, авторитетные источники должны быть авторитетными, они должны быть аффилированы, Соответственно, там очень подробно в правилах расписывается, что под этим термином подразумевается. Для каждой темы разные типы авторитетных источников. Для научной статьи одни, для биографии другие и тому подобное. Ну, этот же принцип, он в принципе в научных статьях используется. Если вы посмотрите какие-нибудь научные статьи или монографии начала века или конца 19 века, там, соответственно, авторы только славятся на себя, там или список литературы, если откроете сейчас любую научную статью, вы увидите, там, как правило, раздел ссылки занимает чуть ли не половину статьи. Это связано с тем, что ученых стало так много, что верить авторитету конкретного ученого стало невозможно. И, соответственно, каждый факт люди сопровождают ссылкой на какую-то статью, где этот факт получат. Этот же принцип используется в Википедии. То есть доверяют не тому, кто внес эту информацию, а, собственно, вот этой ссылке, которой этот факт подтверждается. Тут все зависит от темы статьи, там, для одной темы это может быть авторитет. Ну, например, я не знаю, там, человек дал интервью комсомольской правде, да, там им какие-то факты своей биографии рассказывает. В принципе, там, для биографической статьи о нем вполне нормально сослаться и на комсомольскую правду, что там, ну, какие-то там свое детство, какие-то факты, где он там учился рассказывает, вполне нормально. Но, опять же, сослаться на комсомольскую правду из статьи, там, про ядерную физику, ну, странно было бы, да, и это, поэтому один и тот же источник, в одних случаях он будет авторитетным, в другом он совершенно не авторитетный. То есть, это не двойные стандарты, не просто здравый смысл. Ну, а если, например, в один администратор, когда два администратора опурируют одну сроку, предположим, один удалил структу, а второй, после того, как он посмотрел ее еще раз и проверил источник, я вовсе устрел, а он будет, говорит, вот вы где правильность, как понять, в итоге источник авторитета или нет, если он соответствует официальным правилам. Ну, соответственно, есть теперь специальные формулы, это к оценке источников, где народ обсуждает, именно, насколько авторитетен является тот или иной источник. Есть иногда какие-нибудь справочные издания, но, на первую очередь, кажется, авторитетными, но после того, как там иногда находят какой-то ужас и кошмар, после этого вы, собственно, на их стараются больше на них не ссылаться, да, и не использовать. Соответственно, для этого есть специальный механизм именно оценки, обсуждения авторитетных источников. Это редко бывает нужно, но в таких спорных случаях такая процедура прописана. Соответственно, все факты должны сопровождаться ссылками на авторитетные источники. Еще одна важная вещь – это значимость. Дело в том, что не на каждую тему можно написать статью. Ну, если, чтобы просто понять, это, например, если мы возьмем классическую энциклопедию, вы понимаете, что не на каждого человека там, соответственно, есть статья, даже, ну, вот если мы возьмем большую российскую энциклопедию, там, например, нет статьи про Жириновского, нет статьи про Изюганова, они не считаются значимыми персонами с точки зрения большой российской энциклопедии. В Википедии вот эти критерии значимости, то есть критерии включения, кого включать, кого не включать, они, конечно, чуть, они ниже, но, тем не менее, они все-таки есть. Поэтому, соответственно, есть основной принцип, что предмет или тема, они, предположительно, являются значимыми, если они достаточно подробно освещаются в независимых авторитетных источниках. То есть, если про эту тему есть много разных публикаций у авторитетных источников, то, скорее всего, опять же, не обязательно, эта тема является значимой. Если про эту тему ничего, никаких публикаций нет, то смысл писать на эту тему особого нет. Такую статью из Википедии Директа удалят. Да. Вот у меня есть негативный опыт. Я директор Национального благотворительного фонда развития детской эркберии. Мы попытались зарегистрировать статью о нашем фонде. Нам сказали, что это реклама, при этом источников, которые мы могли бы использовать как показывающих о том, что это просто нормальная социальная деятельность, и развитие детской эркберии – это вполне такая хорошая деятельность, но на сотни, даже больше, наверное. Знаете, Википедия, если у Википедии нет задачи развивать детское эркберии, поддерживать детей, то дальше Википедия писать энциклопедию. Это главный принцип Википедии. Поэтому, соответственно, статья, она должна показывать не значимость эркберии, не значимость детского эркберии, а значимость именно вашего фонда, чтобы показать, что ваш фонд является значимым, что он не делает важную социальную проблему решает, а что именно этот фонд, про него есть много публикаций, и не где-то он просто упомянут, да, а именно статьи, посвященные вашему фонду. В этот вопрос задавали, например, через интернет, я посмотрел, почему удалили эту статью, ее удалили просто потому, что вы взяли кусок текста с сайта, вставили, и его удалили просто от нарушения копирайта. А как можно копирайта это нашла? Ну, а откуда мы знаем? Мы видим, что пришел пользователь, загрузил закопирайчный текст, на нем не стоит, что он под свободной лицензией. Плюс текст был явно рекламный, да, где этот фонд возвеличился, и все вот эти факты надо подтверждать. То есть там все, что вы пишете про этот фонд, должны быть ссылки. То есть сначала надо подтверждать, с одной стороны, в статье должно быть подтверждена значимость самой темы, что про этот фонд можно написать. С другой стороны, уже сами факты в статье, они тоже должны сопровождаться ссылками на источники, а не на страницу фонда и тому подобное. В чем-то несколько, я так понимаю, желательно, чтобы было что-то значимое, было несколько независимо. Ну, конечно, да. То есть, ну, тут несколько, там, ну, чтобы, если этот человек, что там про него есть, там, я не знаю, монография, посвященная, там, его жизни, да, он там занимает, там, получил Нобелевскую премию, да, там, про него есть много статей, не просто, там, а эти статьи, там, в составе делегации присутствовали, да, и он там где-то в середине упоминается. То есть, таких ссылок можно много набрать, но что толку? То есть, получается, на промахах рекламы вообще ничего невозможно? Конечно нет. По-честному, если сказать, что да, это рекламный, мы хотим, чтобы это опубликовать. Это удалят, конечно. А? Нет. Вы утверждаете, что у вас нет ни одной рекламной статьи? Слушайте, если вы найдете хоть одну рекламную статью, то есть, скажите, ее удалят. Сейчас вас обирают. Пожалуйста, я на собственном опыте столкнулась с тем, что значимость определяется как-то субъективно, в том числе и сообществе, правильно? Да, предусловно. То есть, как бы, это уже качественный параметр, он не количественный, да, то есть, тут нельзя оценить как-то это автоматически значимость. Поэтому, если кому-то статья, любому человеку статья кажется незначимой, да, что она написана, может быть, статья написана хорошо, да. У нас постоянно, там, у кого-то там школьники сегодня зарешили создать музыкальную группу, завтра они написали статью в Википедии про свою группу, где они еще там ничего не даже не спели. Или кто-то там про своего соседа, или кто-то про свою учительницу написал статьи. Вот. Они действительно могут быть хорошие люди, да, но такие статьи удаляются. Иногда бывают случаи, когда это не очевидно, да, значимый человек или нет. Любой человек может любой абсолютно предложить любую статью в Википедии к удалению. И, соответственно, есть форум Википедии, где-то около 100 статей в сутки предлагают к удалению. И после этого запчастная Википедия начинает обсуждать, стоит ли ее удалить, соответствует она значимости, это критериям значимости или нет. При этом статью можно постоянно дорабатывать, на нее набрасывается огромная часть людей, которые там начинают гуглить, искать, дополнять, кто-то пытается ее там оставить. Но в Википедии как бы есть такие две, можно сказать, группировки, да, одни называются удалисты, которые считают, что, собственно, Википедия, она должна быть максимально жесткие критерии значимости, и другие, ну, знаете, инклюзионисты, они считают, что лучше все оставлять. Вот, и, соответственно, вот в борьбе вот этих групп, ну, они не такие, как бы, жестко разделенные, да, но, скажем так, вот, как бы, такая, скорее, такая шкала, дорогие ясно. Вы инклюзионист, судя по всему? Ну, в целом, больше, да. А подозрите вопрос. Да. Ну, во-первых, хотелось добавить, что, наверное, для всех этих статей был 2002-2003 год, правильно? Что? Ну, когда можно было все писать туда, или, я так понимаю, писали правила? Ну, смотрите, конечно, все, вначале там особо правил не было, и критериев каких-то не было, это все формировалось по ходу. И, конечно, с каждым годом эти критерии все жестче и жестче, но они обсуждаются, они принимаются, то есть в Википедии нет таких жестких правил. Любой человек, если считает, что в Википедии есть какое-то абсолютно бредовое, абсурдное правило, которое мешает, есть специальный форум правил, он может сказать, что давайте что-то не так с этим правилом обсудить, провести там опрос, внести изменения в правила, то есть как бы эта процедура прописана, она просто сделана так, чтобы не в любой момент можно было менять правила, а после только обсуждения, но в целом это возможно. Поэтому, соответственно, любой человек, возвращаясь к значимости, если человек кажется, что статья незначима, он может предложить удаление, ее обсуждают, и потом либо оставляют, либо удаляют. А можно еще про значимость? Вот, предположим, про вас есть статья. Я фотограф, я сделал фотографию, как мне ее разместить, и может быть одна фотография, ну, про авторские права, наверное, как мне их там декларировать или еще, потому что вот она фотография, и потом, какая фотография более значимая, там прописан этот момент. Ну, с статьями-то понятно, а вот с картинками? Ну, с картинками, значит, как загружать, я сейчас чуть позже про свободную лицензию расскажу и про вики-склад расскажу. То есть что мне сделать? Да-да-да, я расскажу. Прямо сейчас. Какую статью куда, в какую статью, какую фотографию ставить, ну, как правило, в данном случае преимущество отдается тем, где, собственно, лучшее изображение. Ну, если там, суть фотография здания, можно там как-нибудь художественно наложить всякие фильтры, сейпи, а можно тупо в лоб сфотографировать. Вот именно вот такая вот, именно тупо в лоб фотография, она более предпочтительнее, чем какая-нибудь художественная, потому что, собственно, для энцепопедии важна именно информативность. А эти правила не существуют? Ну, я вновь, я не помню. Там есть статья, если мы берем это в Википедии, вы и то же иллюстрирование. И там прописано, собственно... Плохо прописано. Ну, картинки так себе. Картинки у нас так себе, по той причине, что мы их делаем сами. У нас люди, чтобы как бы найти каких-то знаменитостей, мы не можем взять их промо-фото, потому что они защищены копирайтом. Мы... Извините, пожалуйста, вот с вами я должен договориться, если я автор фотографии, вы на ней, вот чтобы она там не вместе... Ну, смотрите, если говорить про законы, то как бы у нас есть право человека на его собственное изображение. Если вы фотографируете человека в публичном мероприятии, то, в принципе, спрашивать его разрешение на эту фотографию не требуется, ну, кроме, там, если вы будете там в рекламе использовать, вот, а так, соответственно, вы можете ее загрузить, у вас авторские права на эту фотографию. Но если на эту фотографию... Вы ее можете загрузить к нам на Викисклад, указать, что Викисклад принимает только фотографии, если вы отдаете ее под свободной лицензией Creative Commons, на том числе разные варианты, там, Creative Commons от Требуши, Creative Commons от Sharealite. И дальше, соответственно, ее можно использовать во всех статьях, всех Википедий, на статистике. Вот. Да. Загрузить это сначала на Викисклад, или как? Да. Есть проект Викисклад, я про него сейчас позже расскажу. Я не понимаю, что это же вывезло с картинкой... Ну, Викисклад, что она там хранится, а будет ли она использоваться в статьях Википедии, то как бы уже... Может, будет, может, нет каких-то будет... В тех теме нет, как вы можете вы сами отредактировать, тогда будет точно. Ну, в интернете все-таки процедуру... Ну, сначала загружается статья, потом решается, какую страницу ее поставить. Да. Просто загружается фотография, потом решается, где, из каких страниц эти фотографии используются. несколько... Запреты, что можно в Википедии, что нельзя при написании статей. есть такие базовые запреты, что нельзя нарушать авторское право. Соответственно, все тексты Википедии, они должны быть оригинальными. Ну, соответственно, хотя мы за свободное текста, тем не менее, мы копирайт не любим, но мы его соблюдаем совсем фанатизмом. это связано с тем, она, знаете, как ложку, бочку меда не добавили ложку зегтя, чтобы она не заразилась копирайтом, чтобы не появились какие-то правообладатели, которые бы захотели запретить Википедию. Поэтому ничего за копирайчину Википедию мы не берем. Все тексты берутся только соответственно оригинально. Второе требование, оно, наоборот, противоречит первому, что Википедии запрещены оригинальные исследования. Все факты, они должны быть описаны в авторитетных источниках вне самой Википедии. Собственно, что это значит? Ну, у нас постоянно появляются оригинальные исследования, мы так аккуратно называем такие тексты, иногда там люди просыпаются и понимают там природу всего сущего, да, и об этом, соответственно, хотят скорее написать Википедию. Вот. Вот чтобы такого не было, то есть они чтобы не из головы брали, а все-таки это где-то Википедия, она вторичный источник, все, что написано в Википедии, оно должно быть до этого где-то опубликовано в авторитетных источниках, и только после этого оно должно появиться в Википедии. В Википедии не может появляться что-то первичное информация. Тут можно сравнить Фрэнсис Бэкхен в новом Органоне, он написал три типа ученых, одних он назвал ученые-муравьи, которые собирают повсеместно, все подряд и тянут в муравейник, да, и вот так вот, и так эти ученые эклистичны из разных кусочков сочиняют свои, чужие кусочки сочиняют свои произведения. Вот такие вот как бы авторы Википедии не нужны. Есть, которых Бэкхен назвал ученые-пауки, которые как паутину из себя, вот это знание сами из себя тянут и ссылают столько им сами на себя. Вот такие тоже в Википедии не нужны. Есть ученые, как он назвал ученые-пчелы, которые облетают огромную территорию, собирают пыльцу с огромным качеством цветов и в итоге перерабатывают ее в нектар. Вот так же и авторы Википедии должны огромное количество источников как бы прочитать и уже из них как-то сформулировать кратко самую стуть. Получить вот эти капли нектара, тут может быть одно предложение, там ради одного предложения приходится огромное количество информации перелопатить. Вот именно так и должна писаться в Википедии. Про свободные лицензии совсем кратко. Тексты Википедии распространяются на условиях свободной лицензии кредит-комнанс с атрибушием Шеррелайк. Что это такое? Вот эти свободные лицензии, они, конечно, изначально были придуманы для программного обеспечения, но в 2000 году юрист из Гарварда Лоуренс Лейсик придумал именно лицензии для текстов, причем так называемые модульные лицензии, это была такая инновация в юридичном деле, где можно было собственно иметь какой-то базовый текст договора, к нему добавлялись можно разные опции внутри этой одной лицензии, то есть распространять на тех же условиях производные произведения или нет, запретить производные произведения или нет, любое использование или только некоммерческое использование. Вот, соответственно, есть два типа лицензий Creative Commons всего шесть вариантов, но два из них являются свободными, это Attribution, где-то требуется указывать автора, если вы используете этот текст, и Attribution Share Life, соответственно, если вы используете текст, вы должны указывать автор, если вы делаете из этого текста такие производные произведения, они должны на тех же самых условиях распространяться, то есть такой вот вирусный принцип. Долгое время оспорили, можно ли использовать вот эти лицензии Creative Commons в России, да, легально ли они, и все юристы, как бы, кто-то говорил, можно, кто-то нет, а в итоге, соответственно, пришлось встречаться даже с разработчиками гражданского кодекса, и даже они там, кто-то считает, можно, кто-то нет, в итоге спорили, спорили, дошло, уже пришлось даже встречаться с президентом, убеждать его, что, собственно, вот такие лицензии нужно, я вам обозначил, что это можно, и с 2014 года у нас, соответственно, есть в гражданском кодексе статья «1286.1», становится открытой лицензией.